В этом выпуске вы узнаете, как можно найти преступника, используя базу данных полиции, как его правильно нейтрализовать и задержать, и как его доставить в участок живым. Смотрите прямо сейчас! Доброго времени суток игрокам и будущим игрокам нашего сервера. Это шестое видео в рубрике Чаоо. В данном видео мы с вами рассмотрим систему лидерства и также фракцию милиция, в данном случае города Арзармаса. Мы с вами находимся на посту лидера фракции милиция города Арзармаса. Команды по лидеру можно найти в принципе в команде Help. Мы сейчас с вами рассмотрим основные возможности лидера и также рассмотрим систему милиции. Для того, чтобы выдать комплект амуниции вашему сотруднику или себе, выберем зайти в свой кабинет и нажать кнопку F. Далее вы видите, есть разные комплекты амуниции. Это офицеры, ДПС, ВПС, уголовный розыск, кадет и так далее. В данном случае мы с вами рассмотрим, давайте ДПС, выбираем ДПС, указываем свой ID или ID человека, которому мы будем выдавать амуницию. И идет выдача амуниции, как вы видите, то что из бюджета вычет на 500 рублей, с фракции конкретно. И также какую амуницию мы выдадим к этому человеку. Это наручники, ключи от наручников. Если наручники одеты на человеке и у вас нету ключей, то вы их с ними сможете по этому ключу. Это очень важно. Рация, дорожные шипы, одежда патрульного, тейзер и милицейский жезл. Ну, тейзер, в принципе, можно использовать с пистолета, заряжая резиновую пуль. Ну, милицейский жезл, это более относится к ДПС. Так, для того, чтобы одеть свою форму, вводим команду Items, выбираем одежду патрульного и выбираем использовать. Как вы видите, мы одели одежду патрульного. Далее нам нужно заступить на дежурство. Для того, чтобы заступить на дежурство, мы с вами используем команду Togradio, то есть включаем радио. Канал милиции по умолчанию, это первый канал. Для того, чтобы выйти с дежурства, также вводим команду Togradio. Для заступления на дежурство вводим команду Duty. Но мы с вами вводить не будем, прежде мы рассмотрим с вами функцию лидера конкретной милиции. Это выдача нагрудного значка. Для того, чтобы выдать нагрудный значок, мы пишем команду GivePage, пробел ID персонажа и номер значка. Номер значка у нас состоит на сервере из четырех цифр. Цифр. Каждая цифра означает определенное значение. Первая цифра это указывает ОВД Южный или АРЗРМАС, соответственно, у нас АРЗРМАС, значит, это два. Далее указывают подразделения первое ТПС, точнее, первое ППС, второе ТПС и так далее, так далее, так далее. Так как у нас ППС, выбираем один. И последние две цифры указывают порядковый номер сотрудника, ну, в данном случае, пускай будет 01. То есть, у нас получается номер нашего нового значка 2101. Вот, мы видим, что нам присваивается жетон с номером 2101. Для того, чтобы одеть жетон, используем команду UseBage. Одевается жетон со стороны, это выглядит как небольшой текст сверху над вашим персонажем, с вашим номером жетона. Также, давайте выдадим себе ранг. Ранг повышается в стандартной командной фоносе в серверах, в команде GiveRank. Для того, чтобы выдать название ранга, пишем GiveRank 12. И, к примеру, выдадим себе сержант ППС ОВД Город АРЗРМАС. Мы можем просмотреть свой жетон, используя команду Beige. Как вы видите, жетон, наш номер жетона, наш с вами должность, имя, фамилия и принадлежность к какому отделению полиции, точнее, милиции мы с вами состоим. Для того, чтобы показать, соответственно, свой значок кому-нибудь другому, мы просто пишем опять же Beige и пишем ID персонажа, которому мы хотим показать свой значок. Для того, давайте рассмотрим, для того, чтобы выйти на дежурство, пишем команду Duty. Как видите, мы сообщили автоматом диспетчеру то, что такой-то, такой-то вышел на дежурство. Теперь давайте с вами посмотрим систему базы данных, так как по умолчанию считается, что каждый игрок, который, точнее, каждый человек, который пребывает в область, проходит обязательную регистрацию при получении паспорта или просто когда пребывает уже на этот паспорт. Поэтому база данных милиции наполнена абсолютно всеми игроками и это не считается метагеймингом или процессом, то есть вы спокойно можете посмотреть в табе конкретное имя, фамилию и с помощью базы данных милиции посмотреть в этом человеке информацию. В данном случае мы с вами посмотрим, открываем компьютер, базу данных и ищем по имени и вводим, к примеру, игрока под ликом Роман Железный. Как вы видите, мы увидим дату рождения персонажа, его пол, расу, гражданство, его конкретное место работы, трудоспособен он или нет, трудоспособен, соответственно, семейное положение, также вот где он работает, в одном случае он работает тоже в милиции города Розармас, сержант ППС, видим его номер телефона и его статус, приезжий он или местный. Также указана модель его, 273 ID, считаем, что здесь фотография. Также, используя базу данных, мы можем через спутниковую навигацию посмотреть, где находится конкретный игрок по номеру телефона. Если телефон у него выключен, то спутниковая навигация не сработает, это очень важно знать. А также, использовать базу данных можно по рабочей машине, то есть это или ДПС, ППС. Также базу данных можно использовать на стационарных постах ДПС, которые находятся между городами на проездах. Там тоже можно воспользоваться компьютером и получить нужную информацию. То есть, например, установили человека, посмотрели его паспорт и можете купить полную информацию по базе данных по конкретному человеку. Сейчас мы с вами возьмем пистолет, нажимаем клавишу Y. Как вы видите, мы заряжаем резиновые пули. В данном случае резиновые пули используются для того, чтобы бездредить нарушителя, тем самым не нанести ему урон. То есть, это, грубо говоря, тот же самый шокер, но на расстоянии. То есть, для того, чтобы сотрудники милиции не стреляли налево-направо, используя боевые патроны, у человека, который не представляет особой опасности, мы ввели резиновые пули. Резиновые пули действуют только на пистолете, соответственно. То есть, на автомате и на остальных типах оружия они не работают. Вот мы сейчас проверим на этом человека конкретно действия резиновые пули. Резиновые пули мы зарядили, целимся, делаем выстрел, и, как вы видите, человек падает без действия. То есть, мы можем спокойно его арестовать, можем спокойно на него положить наручники и так далее. Для того, чтобы, кстати, достать наручники, используя команду Items, выбираем наручники, использовать. Нарручники одеваются с помощью правой кнопки мыши. То есть, просто подходим к этому человеку, нажимаем правую кнопку мыши, и он получается в наручниках. Для того, чтобы его повести за собой, пишем команду follow.me. Ой, я извиняюсь. Go to me, не команда. Мы берем человека под конвой и с помощью команды go to me мы можем его провести за собой до машины, посадить его в машину с помощью команды Incar и так далее, и так далее, и так далее. В данном случае мы заводим его в участок, для того, чтобы снять конвой, повторяя команду go to me. Заходим с ним в участок. Берем его опять под конвой. И ведем его конкретно к камере. Стоит отметить то, что, когда вы сажаете человека в камеру, вы выбираете ему срок в игровых днях. Один игровой день, это 4 реальных часа. Поэтому, стоит внимательно продумать, насколько вы хотите среди человека, за какие происшествия. Лучше выиграть ему штраф или предупреждение. Для того, чтобы переставать, пишем команду арест. Выбираем ID и выбираем. Пускай посадим на дни сутки. Как видим, он находится уже там. Чтобы снять наручники, пишем команду on buff. Или, точнее, команду cove. Снимаясь его наручники, человек находится за решеткой. Хотя, для того, чтобы ему туда выйти, ему легко садить сроки. И же, вы можете его отпустить по-другому. Это ввести команду on arrest. После того, как человек выходит из КПЗ, он, соответственно, появляется автоматом в холле полицейского участка. То есть, за этим, и спокойно может себе пойти по своим делам. Также стоит отметить то, что присутствует система штрафов, которую могут выписывать сотрудники милиции. Также присутствует автоматическая система штрафстоянки. Об этой системе мы поговорим в следующем видео. Ну, а на этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте свои вопросы. Мы стараемся для вас. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok